Об успехах на чистоту. Позади пять лет работы. Отчет по итогам своей деятельности с 2011 по 2016 год представляет депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. На пресс-конференции, в которой приняли участие не только официальные СМИ Щелковского района, но также известные блогеры, он рассказал о том, что было сделано и о задачах, которые только предстоит выполнить. Рассматривать свою работу и работу команды за прошедший период через призму исполнения тех наказов, которые нам давались на выбранной кампании 2011 года. Исходя именно из тех условий, которые были на то время 2011 года, по всем направлениям. Хотелось, чтобы наш анализ послужил какой-то основой для дальнейшей работы. Широка сфера задач депутата Московской областной думы. От разработки и утверждения законов, по которым впоследствии будет жить все Подмосковье, до личного участия в проблемах жителей городов региона. Как председатель комитета областного парламента по вопросам имущественных отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии. Владимир Шапкин отметил законопроекты, которые, по его мнению, стали основой для социально-экономического развития Подмосковья. Среди них преобразование в сфере сельского хозяйства. Теперь владельцы земель строго ограничены. Поле не должно простаивать без дела более трех лет. Оно должно производить. Мы сегодня видим, что сброс этих земель теми, кто в свое время их закупил, идет. И идет активно. И мы в этом году имеем 78% прироста по сельскому хозяйству. Также большим шагом для развития инфраструктуры Подмосковья стало принятие закона, разрешающего получать участки земель без торгов под строительство социальных и крупных инвестиционных проектов. По словам депутата, с развитием социально-экономической базы связано и большинство наказов, полученных в 2011 году от жителей Щелковского района. В рамках исполнения задач, поставленных населением, были реализованы действительно крупные проекты, в том числе возведение Чкаловской эстакады, физкультурного комплекса «Ледовая арена» и старт строительства перинатального центра. Большим прогрессом была отмечена и сфера образования. Самое главное достижение наше, что практически во всех муниципальных образованиях округов, в том числе и в Щелковском районе, мы закрыли вопрос очереди в детские сады от 3 до 7 лет. Мы за это время построили 9 детских садов, в следующем году еще 4 будут сданы, в первом полугодии. Заложены еще новые. Дальше мы будем решать две главные задачи. Это ликвидация очереди в детские сады от 1,5 до 3 лет, то есть ясельные группы. И самое главное, это вторая смена в школы. Владимир Шапкин подчеркнул, что все это результат командной работы, как с правительством региона, так и с муниципальными властями. Так, в региональном бюджете уже запланировано выделение средств на строительство двух школ в городе Щелково и поселении Медвежье-Озерское. Также большие перспективы депутат связывает с развитием инфраструктуры малых и средних предприятий и появлением новых рабочих мест. Сейчас их дефицит в районе составляет около 50 тысяч. Большим прогрессом, по словам Владимира Шапкина, станет открытие особой зоны в соседе города Щелково, городском округе Фрязино. Рассказал Владимир Николаевич и о реализации средств депутатского фонда в рамках исполнения наказов избирателей. За пять лет в этом направлении было израсходовано 70 миллионов рублей. Одной из самых значимых программ сам депутат называет поддержку здравоохранения. Десять поликлиник получили автотранспорт для выездов на вызовы пациентов. Также закупалось диагностическое оборудование и мебель. Мы за этот период выполнили программу все 10 наших объектов. Это поликлиник, особенно сельских поселений, поликлиник города. Было закуплено 10 автомашин на общую сумму 5 миллионов 720 тысяч рублей. И мы эту проблему закрыли. Поддержку также получили учреждения образования, спорта, культуры и, конечно, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Всего помощь получило более тысячи жителей. В рамках пресс-конференции представители СМИ смогли задать интересующие их вопросы. Один из самых актуальных – развитие региона в условиях внешнеполитического кризиса. Владимир Николаевич, а вот как правительство Московской области имеет ли программу перспективную, как оптимистичную, так и пессимистичную прогнозы составлены? В данном случае позиция и федеральной власти, и нашей региональной власти заключается в следующем. Социальные вопросы, даже если нефть будет стоить 1 доллар, они выполнимы и будут выполнены. У нас нет нефти, у нас нет газа. У нас есть научный потенциал, 8 наукоградов. У нас есть высокотехнологическое производство. И у нас есть база для развития всех отраслей промышленного производства, дорожного строительства и другой, так сказать, инфраструктуры. Полную версию отчета депутат также планирует опубликовать на информационных ресурсах Щелковского района, а также в социальных сетях. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.